Саидулот Турсунов приехал в Самару на заработки в ноябре прошлого года. У себя на родине в Узбекистане работал машинистом бульдозера. Начать новую трудовую жизнь планируют законно. Стойко выдержал процедуру получения патента. Говорит, официальное разрешение трудиться придает уверенности, что на новой родине все сложится. Патент для меня очень многое значит. Это то, что я могу смело по Самарской области ходить, не боясь то, что я не нарушаю законы. И могу работать смело, устроиться на работу, например. За текущий месяц областным УФМС принято более десятка заявлений на выдачу патентов. Трое уже получили разрешение работать в Самаре. Удовольствие это не дешевое. Пройти медосмотр и сдать экзамены на знание языка, истории и законов России обходится мигрантам почти в 10 тысяч рублей. Саидулу Турсунову сэкономить помогло советское прошлое. Школу он закончил еще в СССР. Атестат позволяет обойтись без экзаменов. А вот ежемесячный налог в 2,5 тысячи рублей платить придется всем. Кроме того, нужно периодически продлевать патент. У нас минимальный срок действия патента в месяц. Он может быть продлен до 12 месяцев. И более того, иностранный гражданин, желая на следующий год продолжить трудовую деятельность, может получить новый патент, не выезжая из территории России, еще на 12 месяцев. То есть срок непрерывного пребывания иностранного гражданина, который осуществляет трудовую деятельность, составляет на данный момент 2 года. А потом? А потом он обязан выехать из страны, он может, естественно, заехать обратно и в новом порядке эти документы оформить. С этого года все средства, заплаченные иностранными гражданами за патенты, останутся в казне и региона. Раньше половина суммы уходила в федеральный бюджет. За прошлый год в Самарской области выдано более 80 тысяч документов, разрешающих работать на территории региона. Если в этом году количество заявок останется на том же уровне, областной бюджет получит более миллиарда рублей. Алина Чемерес, Сергей Баскин, События.